Привет, сегодня поговорим о Турции и в комментариях очень часто девочки, когда знакомятся с менталитетом турецким, пишут об этом и жалуются, что первое самое главное, турки и в принципе, кстати, иностранцы, если так уж брать, не только турки, двуличные, лицемерные сплетники, которые за спиной тебе в лицо улыбаются, за спиной тебя обсуждают. Я, блин, не буду в 50-й раз доказывать и объяснять, почему я так делаю, что другие иностранцы делают, или в Америке small talk принято, просто спросить, как у тебя дела, человеку наплевать, как твои дела, это просто, так скажем, это просто рамки приличия, это культура, люди с этим растут, и у них это нормально. Как у тебя вот, например, нормально сказать в лоб напрямую человеку, у них нормально не сказать в лоб. Но у турок, в отличие от американцев, других каких-то европейцев, это восточный народ, у них вот публичное еще осуждение АИП, это позор, типа нельзя плохо выглядеть, плохо что-то делать, осуждение окружающих очень важно, мнение окружающих, вплоть, блин, соседа, тети, дяди, начальника по работе, там, не знаю, продавца в магазине, все-все-все, неважно кого, просто общество, осуждение, а что люди скажут и подумают. У нас в советское время тоже такое все это было. Но у турок определенности одна есть, они любят сплетничать. Девочки, когда у меня видео про дружбу с турчанками, часто пишут, вот, я турчанке не доверяю, были истории, когда или соседки встречались, когда у них там, типа, алтунькеню какой-нибудь, и просто встречи с дружескими, просто знакомыми, или прям подружки турчанки, что они за спиной обсуждали, как-то ерничали, в глаза все улыбаются, за спиной, вот они, сволочи, судачат и обсуждают. Блин, поверьте, это здесь везде происходит, потому что турки, они обожают дяди и коду сплетни, они обожают обсуждать. И у них это считается нормальным, просто вам это, ну, если вы тут планируете жить, то придется это принять. Это часть их менталитета, их ментальности, они ведь с детства это, они этим воспитываются, и у них это не считается чем-то плохим, ужасным, невоспитанным. Невоспитанным. Это в их воспитании нормально, для нас это ненормально, я никого не обсуждаю так, я это не принимаю, как бы я приняла это в людях, но сама так не делаю здесь живя, я абстрагируюсь, и честно, когда у меня в порядке с самооценкой, да, у человека, тебе должно быть, и мне вот наплевать, что те, кто скажет, подумает, вообще ровно. Вот хотят меня обсуждать, что я иностранка, я знаю, что родственники все мои, например, турецкие, знают все, что у меня в жизни происходит, что им все про все, что она в курсе рассказывает. У меня просто муж никогда ссоры из избы не выносит, не сплетник, ему просто должен, он мужчина в этом плане, поэтому каких-то там негатива, жалоб или еще чего-то какого-то обо мне никто ничего не знает. Все в нашей семье остается, мы все обсуждаем, у нас немножко другая структура, может потому что я психолог, я это сразу такой, этот лад настроила в наших отношениях. Кто отношения только с турком начинает, имейте в виду, обратите на это внимание, да, чтобы мамочкам мужья не жаловались, ссоры из избы не выносили, имейте в виду, что можно вот так это сразу наладить. Скажем так, дайте этому достойную оценку свое, время потратите, этому вопросу уделите время, это очень важно, в будущем вам это аукнется еще. Короче, соломочку себе сами девчонки подстерите. Так вот, о сплетнях дедико дуют, сплетничают, дедико дуют в сплетни, сплетничают все, сослуживцы на работе, встретились, пошли в кафе пообедать, выпить кофе, покушать просто, встретились вовне работы, просто как подружески, обсуждая всех, кто был на работе. Подружки встретились, без одной подружки сидели, пересудили, перемыли ей косточки, но не всегда это как-то зло бывает, скорее всего в плане пообсуждали каких-то ее новостей в ее жизни, не супер там оценка, это плохо, просто что на поверхности, что она себе информацию дала, это пообсуждали. Дедико Ду делают все, везде родственники, у нас встреча, муж с мамой своей встречается, она, что сплетни какие еще, но что ты знаешь. Я об этом вроде как даже в видео в своем рассказывала раньше, просто хочу напомнить, что очень часто у меня такие комментарии бывают о дву личности, о сплетнях, за спиной эти все обсудят. Блин, ну а вы разве иностранца не обсудите за спиной? У нас, блин, я жил в Сибири, да, в Новосибирске, у нас очень много студентов по обмену, в центре города, например, метро студенческое есть, и нети, там очень есть и факультеты, там студенты по обмену приезжают иностранцы со всего мира, и японцы, и китайцев у нас в принципе много, и туристов китайских, уже вывески китайские везде, в общественных местах, торговых центрах, китайские там есть терминалы на оплату их там карточками, все это есть. У нас все есть национальности, студенты разные живут, со всего мира, из Кубы, я знаю, есть, из Африки живут, и вот все равно уже 21 век, очень многие молодые, молодое поколение знают у нас английский язык, но, блин, когда в Сибири среди белого снега зимой увидят чернокожего парня либо девушку, вот так, открыв челюсть, смотрят, и не скажут, что у нас какой-то город деревенский, колхозный, просто для нас это иностранец, для нас это, ооо, для нас это интересно. И мы тоже, и я сама, когда была в Новосибирске, я это замечала, начинают чужие вообще люди обсуждать этого иностранца, ой, какой у него там черный цвет лица, какие у него там на этом фоне белые зубы, а как он выглядит, откуда он, а что он, все равно всем это интересно, потому что это что-то невиданное, какая-то зверушка негаданное, что-то интересное. И так и вы вызываете интерес у Турции, особенно если в семье, да, особенно если соседка или родственник, все же думают, как и вы, что у иностранцев все по-другому, что у всех проблем, как у вас нет, что там, я не знаю, кушают они другой рукой, ни правой, ни левой, говорят они по-другому, все, короче, по-другому у них, и всем это все интересно. Поэтому любят обсуждать, интересуются. Люди, как иностранцы, к вам не только обсуждают посплечничать дабы, да, по-ерничать, что-то плохое выцепить, позлорадствовать, что-то с негативом, нет, это обсуждается, потому что интересуются, а как у них, а как оно, а что она по этому поводу думает, а как вот у них принято в их стране, а что. Просто это люди пытаются знания получить, компенсировать свое незнание, может быть, свою какую-то необразованность. Никому не секрет, чем в Турции какую-то глубинку в деревню вы приезжаете, где-то иностранцев глаза, блин, не видели, а вы приедете, там, не знаю, к родственникам каким-то знакомиться, да, на вас вы бегут все соседи смотреть, из соседних домов повылезают, да, на калитки свои повесятся, будут вот так вот сидеть и смотреть, у иностранка приехала, дети сбегутся, блин, подойдут вообще, дети же, потому что как бы не стесняются, будут вообще вот так пялиться пальцем показывать, и это просто от уровня культуры, образования, воспитанности какой-то в самой семье, это зависит. И чтобы вам так обидно не было, потому что это тяжело принять, сначала это вообще непонятно, как у меня было, да, это уже негативно было настроено, потом я к этому стала привыкать, присмотрелась, да, мне наплевать, что обо мне думают, сплетничают или говорят кто-то, а теперь мне вообще просто пофигу, если даже что-то там, я вообще, думайте, если о тебе говорят, значит, ты кого-то интересуешь, говорят о том, что не зря живешь, и у тебя интересная жизнь, или ты интересный человек, вот как минимум позитивного ключа так это можете рассматривать. И вот, короче говоря, это зависит от уровня воспитания и интереса к вашей личности, просто это принять, примите, ничего там страшного, ужасного, плохого нет. И то, что турки сплетничают, у них это в крови заложено, это не искоренить от мала до велика, все что-то шушукаются за спинкой, там шу-шу-шу, му-му-му, вот это все есть. И это никуда не денешь, ты это изменить не можешь, ты можешь только с этим смириться. И так как вы иностранец, вы априори интересный человек, вы интересная личность, хотя бы просто вас нужно рассматривать. Я прекрасно знаю, что турчанки у меня смотрят мой макияж, как я крашусь, если мы куда-то там идем туда, рассматриваю одежду. И когда мы начинали ближе общаться, то есть когда меня еще не знали в компании как-то, жены каких-то знакомых в основном, да, когда у нас повторялось общение, мы встречались, мы уже разговаривали, разговор пошел, там, и ты где там, в шмотке покупаешь, или там компонент, ой, у тебя там симпатичная вот рубашка, где ты купила? Потому что сейчас такой спросили, ой, ты так вкусный парфюм пахнет, а ты там, типа в косметике разберешься, а что за парфюм, а где ты купила, а где его купить может? То есть у меня вот так вот было, да, или о, макияж, красивый у тебя тень, а что за палетка? И с многими так турчанками мы, скажем так, снюхивались, общались, разговоры заходили, там, о детях, о чем-то бытовом тоже, советики, чисто бабское, как у нас, в принципе, и в России. И когда доходило, вот это спрашивали, а где ты вещи покупаешь, что за косметик? Думали, что что-то другое. О, ты это в Турции? О, здесь в Тамбуле, а в том-то магазине? О, я там тоже покупаю, я не видел. Обращусь в следующий раз внимания. То есть у женщин все равно было это направлено на интерес на узнавание как личности человека, визуально чего-то. А я думала, мы даже бы говорили такое, что ой, ты иностранка, наверное, что-то по-другому. Ой, ты, наверное, из России вот это вот кто-то привезла или что-то в таком роде. Оказалось, нет. И большинство людей, когда они начинают общаться, и вот эти в плане интерес пропадают, они тебя узнают уже больше. И просто люди перестают о тебе узнавать, сплетничать и обсуждать тебя. Но всегда главное запомните, люди вас обсуждают ровно настолько, насколько вы даете о себе информации и повода вас обсуждать. Если у вас никакой информации, все только положительное, только хорошее, обсуждать вас будут только в положительном, хорошем ключе, ничего, как правило, плохого додумывать не будут, если к вам нормально, нейтрально относятся, додумывают плохо, сплетничают, придумывают негатив. Только люди, которые к вам негативно плохо относятся, имейте это в виду, не подобрайте душевно, просто там придумали, нет, это вам плохо относится. И когда вы начнете общаться с этим человеком, я не знаю, просто когда вы чувствуете, когда девочки пишут в комментариях, что это было негативное обсуждение, ну вот меня обсуждали, там еще все такое прочее, я думала, подруга, она мне там за спиной грязью, это не подруга, это не про дикоду и сплетни в Турции. Это про плохое воспитание, неумение дружить и проблемы самого человека. Это к сплетням к культуре никакого отношения не имеет. Это просто человек-какашка вам попался, это не его особенность. А вот такие легкие сплетни, ни о чем разговоры, за спиной просто расспросить что-то об этом человеке, это здесь нормально. И в какой-то частичке хочу объяснить, акцентировать внимание, что и у нас это тоже нормально. Что вы думаете по поводу этих сплетен, разговоров турецких? Я знаю, что будет много негатива, а кто-то, девочки, просто не надо с этим, я против, я не принимаю, господи, да пусть живут своей жизнью. Выживите в своем маленьком мирке ради своего удовольствия, наплевать, кто что о вас думает. Если вас это задевает, что вас обсуждает, то говорит о вашей низкой самооценке. Поднимите свою самооценку, думайте позитивно, значит вы интересная личность, вас интересно о вас узнавать и обсуждать. Я только одни плюсы в этом вижу. Так что жду ваших комментариев по этому поводу. Всем пока.